Слава Богу, приветствую вас, дорогие друзья! Пусть Бог нас в этом дне благословит. И сегодня хочу поделиться в субботний день Словом. Знаете, временами, когда мы утверждаемся в том, чем мы живем, мы получаем для себя, знаете, такое внутреннее удовлетворение. И сегодня хочу поговорить о церкви, о нашем отношении к церкви. В Библии, в Новом Завете появляется это слово «церковь», и оно имеет разные образы. И один из образов, который применим к слову «церковь» — это тело Христа. И этот момент очень хорошо Павел озвучил в послании к Коринфянам, это 12 глава, 21 стих. Я хочу сегодня коснуться одного стиха и коснуться некоторых людей. Потому что я думаю, что есть такая категория людей, если есть побуждение, значит, есть такая категория людей, которым это слово, оно будет касаться. 1 Коринфян, 12 глава, 21 стих. Павел говорит, приводит такую аллегорию, такой пример на примере самого тела человеческого. Он сравнивает церковь и тело человеческое. Такой пример. Никто голову не может заменить, голова остается Иисус Христос. И каждый из нас мы занимаем определенное место в теле, так как Бог видел, и так Он распределяет. Каждый из нас мы выполняем определенную функцию. Поэтому никто не может сказать, я нога, я рука, я глаз, я нос, или я еще какая-то часть тела. Мы находимся в теле. И я понимаю, что это всего лишь навсего образ. Поэтому место определено для нас Богом. И следующая мысль, которую я хочу сказать, это то, что и Бог определил нам быть в теле. Я знаю, что сегодня есть люди, которые, они верующие, они признают Иисуса как свою главу, главу, но в тело не хотят идти. Есть разные причины. Может были в церкви, в атом момент пришел, было какое-то преткновение, разочарование, обида, и люди отошли. И когда звучит этот момент, ты должен быть в церкви. Возникает та боль или возникает то разочарование в разуме. Ты говоришь, нет, нет, я не хочу больше раниться, я не хочу больше травмироваться, поэтому я лучше где-то буду отдельненько сам со Христом. Сразу хочу сказать, это неправильно. Почему? Потому что находясь в церкви, мы не только получаем какую-то боль и разочарование, но мы также и получаем благословение. Мы получаем благословение, и на мой взгляд, очень важный такой момент, что и мы можем становиться этим благословением. И я думаю, даже когда мы становимся благословением, это намного, наверное, превосходней, лучше, когда мы становимся благословением. И я понимаю, что до того момента, пока для нас кто-то благословен, и мы станем благословением, это проходит какой-то отрезок времени. Это даже наше духовное возрастание, когда мы вырастаем, и мы понимаем, почему я нахожусь в церкви, почему я иду в церковь, почему я являюсь частью церкви. По одной только причине, что я должен кому-то послужить. Жизнь так складывается. Мы разочаровываемся, мы притыкаемся. Много чего происходит, то, что нас отталкивает от церковного общества. Но тем не менее, есть такое хорошее слово, это смирение и водительство Духа Святого. Временами, может, есть необходимость даже сменить локацию, если Бог открывает, и Бог отделяет, и говорит, делай шаг, иди туда. Потому что, когда мы находимся в церкви, и бывают моменты, когда нас что-то не устраивает, нам что-то не нравится, и мы начинаем искать то место, которое нам нравится. Это тоже в корне неправильно. Всегда с такими шагами будет обязательно какое-то разочарование, будет какая-то, одним словом, будет разочарование. Вот почему необходимо искать всегда волю Божию. Потому что мы можем видеть, когда мы изучаем деяния, мы видим, что Бог отделял людей, Бог куда-то перемещал, Бог куда-то вёл, Бог куда-то направлял, и в этом была Его воля. Преткновения не всегда будут, разочарования не всегда будут. Но преткновения и разочарования — это как барьер, который нам необходимо преодолеть. Потому что, как я уже вначале говорил, вопрос нашего смирения, вопрос нашего нахождения в том месте, в которое Бог нас поместил. И мы должны понимать, что если есть воля Божия, то есть и воля тьмы, чтобы мы не остались в этом месте. Уже есть какая-то история о церкви, и можно увидеть тех людей, которые двигались, наверное, своим чувством, мне нравится, мне хочется до того момента, пока мне не нравится, мне не хочется, и я оставляю, я ухожу. К сожалению, наверное, хороших каких-то примеров я не увидел. Я не говорю там, что у них в жизни что-то не получилось или это. Я думаю, на сегодняшний момент важно видеть этот момент, как реализации в воле Божией. Потому что множество сегодня людей, которые каких-то достигли земных высот, в карьере, в других каких-то местах, я могу сказать, что не всегда это воля Божия. Потому что разными способами люди это достигали, и может об этом не стоит говорить. Но, на мой взгляд, то, о чём мы всегда должны говорить, это о том, что если я призван, есть общая воля Божия, которая открывается в Слове Божьем, говоря, я часть тела Христа. Есть субъективная воля Божия, которая касается непосредственно меня. А в чём она выражается? Что я должен сделать в данное время и в данном месте? Поэтому я думаю, что это сегодня время, когда мы должны друг друга поочерять добрым делам. Даже сегодняшнее слово, которое я говорю, я не вижу цели кого-то там осудить или кому-то что-то принести такое негативное в душу. Моя цель сегодня, это каждого, кто слышит это слово, ободрить к тому, что, послушай, исправь пути и ищи лица Божьего, проси, чтобы Бог, Он указал, Бог укрепил, потому что в моей жизни тоже неоднократно были такие моменты, когда было такое желание оставить, уйти. Но слава Богу за Дух Божий и, наверное, за Его помощь в этом моменте, когда Бог открывает и когда Бог даёт понимание того, что сегодня необходимо принести плод смирения. И это то, что помогло выстоять, и это то, что помогло дойти до этого времени, понимая то, что я должен быть здесь, я должен делать вот это. Вот точно так же это касается каждого из нас. Если сегодня есть в жизни такой момент, момент отступничества, послушайте, я верю в милость Божью и в то, что есть и момент восстановления. Есть момент восстановления. Оно связано с возвращением, с покаянием и с работой Духа Божьего в сердце для того, чтобы даже восстановить в том положении, в котором мы находились. Поэтому пусть Бог благословит и каждый пусть увидит то, наверное, то благословение, которое мы имеем в том, что мы уже находимся в самой церкви. И я думаю, это то, за что сегодня тоже Бога можно благодарить, сказать Господь, большое спасибо, что Ты поместил, за то, что Ты открыл, за то, что Ты дал мне пройти, за то, что Ты дал мне дойти, несмотря, может, на те трудности, на те препятствия, которые возникали, я выстоял. Поэтому пусть Бог благословит и никогда не опуститесь до того, что Вы сами можете быть телом Христа. Это большая ошибка. Все вместе мы являемся телом Христа. Поэтому помните, Вы призваны для того, чтобы послужить, и для того, чтобы быть благословением для тех, кого Бог будет к Вам приводить. Поэтому хорошего дня, субботнего, и пусть Бог благословит сегодня всех нас, всех тех, кто соберутся сегодня на это служение, слышать Слово, снаряжаться, обновляться, и пусть дары Духа Святого будут действовать в полной мере. Поэтому мы об этом молимся, и мы сегодня ожидаем, что небо будет открыто, и Бог будет нас сегодня благословлять. С миром Божиим! Аминь! Субботник Божиим!